Итальянец отстрелялся. Прокурор запросил 17 лет тюрьмы за кровь Донбасса. Армии и войны. Сводки с Донбасса 25 мая. 10.05. Итальянец отстрелялся. Прокурор запросил 17 лет тюрьмы за кровь Донбасса. В Европе впервые судит украинского боевика за военные преступления. Дмитрий Родионов. Комментарии в просмотров 19166. На фото. Акция с требованием освободить украинского военнослужащего. 1. Маркиева. Задержанного в Италии по подозрению в убийстве. Фото. Зюма. Тас. Материал комментируют. Лариса Шеслер. Эдуард Попов. В итальянской Павии прокуратура потребовала для украинца Виталия Маркиева, обвиняемого в убийстве фоторепортера Андрея Рукелли и его российского переводчика Андрея Миронова в Донбассе. 17 лет заключения. Об этом в пятницу, 24 мая сообщила РИА Новости. Вынесение приговора ожидается 12 июля. Согласно версии обвинения, обстрел машины, в которой находились Рокелли и Миронов, был произведен преднамеренно. Автомобиль сначала обстреляли из автоматического оружия, а затем из минометов. Это стало известно благодаря показаниям выжившего тогда французского фотожурналиста Уильяма Рогеллона, по словам которого получасовой обстрел со стороны киевских силовиков ввелся целенаправленно сначала по автомобилю, в котором перемещалась группа журналистов и их сопровождающая, а затем по их укрытию. Сообщается, что Маркев переехал в Италию в 2002 году в 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца, что дало ему основания для получения итальянского паспорта. В 2013 году он вернулся на Украину для участия в Евромайдане, поле чего вступил в один из добровольческих батальонов нацгвардии Украины и отправился воевать в Донбасс, где он был известен под позывным «Итальянец». Маркева арестовали в аэропорту Болонии, когда впервые за три с половиной года он вместе с женой прилетел, чтобы навестить мать. Кроме того, известно, Маркев планировал побег из-под ареста, после чего он был переведен в другую тюрьму. Читайте также. Донбасс. Ехали-ехали, и случайно заехали к сепарам, как бойцы в СУ попадают в плен к ополченцам, и что их там ждет? Станет ли дело Маркева прецедентом? Или Европа обращает внимание на военные преступления в Донбассе, только когда речь идет о ее гражданах? И много ли таких, как Маркев, иностранцев из числа этнических украинцев и не только, участвующих в боевых действиях в Донбассе? От своих друзей и знакомых в армиях ДНР и ЛНР мне приходилось слышать о большом количестве наемников из европейских и североамериканских стран, воюющих в составе украинских нацистских батальонов, говорит директор Центра общественного и информационного сотрудничества Европы Эдуард Попов. Чаще всего упоминают польских наемников, канадцев, реже американцев и других европейцев. Также упоминают прибалтов и скандинавов, воюющих в полку АЗОВ. Воюют в составе украинских нацистских батальонов и в су-разные категории, есть идейные нацисты, которых особенно много в АЗОВе, есть наемники, те же прибалты. Но есть и штатные военнослужащие стран НАТО, особенно много их среди поляков, канадцев и американцев. Это высокопрофессиональные военные, в том числе, бойцы отрядов командоз. Маркиф, судя по всему идейные нации. СП, будет ли приговор столь же суровым, как просят обвинения? Прокуратура потребовала вынести суровый, но справедливый приговор согласно итальянскому законодательству. Но даже такой суровый приговор не кажется слишком жестокой карой родным Андрея Роккелли и его переводчика Андрея Миронова. Думаю, если суд и смягчит требования прокуратуры, то незначительно, а может быть, и оставит предложенный срок. В Италии с большой нелюбовью относятся к украинцам, знаю это не понаслышке. Многие итальянские политики, журналисты, общественные деятели внесены в черные списки и в базу миротворца. Поэтому общественное мнение в Италии настроено против украинских наций, виновных в убийстве итальянского журналиста. Маркива судят не потому, что он нацист, а потому что против него собрана доказательная база, подтверждающая его вину в убийстве итальянского журналиста. СП, может ли Италия тут стать примером? Пойдут ли на аналогичные меры другие страны С? В Италии, повторюсь, особая общественная атмосфера. К Украине здесь отнюдь не такое благожелательное отношение, как в других странах Европы. Хотя в Италии работает много гастарбайтеров из Украины, традиционно много проституток из Украины. С одной стороны, Украина воспринимается как страна второго сорта, эдакая Белая Африка. С другой, после Евромаиды на участие итальянского социума добавилось неприятие Украины как государства, благодаря таким как Маркив. В силу ряда причин я не ожидаю повторения случаев подобных итальянскому в других странах. Там правительство и общественное мнение более благожелательны к Украине, разве что кроме Польши. В Польше к украинцам относятся, как к холопам, унижают, иногда избивают. Это стало частью польского общественного поведения. И при этом немало польских командос воюют на стороне в СУ. СП. Можно ли как-то мотивировать европейские власти заняться расследованием военных преступлений в Донбассе? Европа и США, точнее, США и Европа создали Евромайдан, развязали войну на Украине. Ставки слишком высоки, чтобы ради них поднимать шум из-за гибели какого-то количества своих граждан. Но некоторые инициативные группы в Донбассе и России, в том числе, ваш покорный слуга, и наши друзья в Европе из негосударственных структур, а иногда и из парламентских партий все-таки пытаются раскручивать подобные и другие неудобные темы. Жаль, что российским чиновникам это не очень интересно. У нас господствует лениво безразличное и безинициативное отношение к народной дипломатии. Если что-то случается положительное, то без всякого участия государственных структур и официозных экспертов и дипломатов. Наша дипломатия работает хуже украинской, точнее, намного хуже, хотя и украинская далеко не образец профессионализма. Мы объективно слабее Америки, потому должны быть активнее и креативнее. А пока наша страна страна победившей сонной бюрократией и безразличия, итальянское правосудие обвиняет члена украинского добровольческого батальона в убийстве итальянского гражданина. Это тяжелое преступление, поэтому срок такой большой, продолжает разговор председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шисселлер. Следствие доказало, что обвиняемый командовал обстрелом, который с горы Карачун вело подразделение украинских националистов. Под этот обстрел попала группа погибшего итальянского журналиста, поэтому приговор ожидается суровым. Зеленский за год принудит Россию к миру новому президенту незалежной. Не надо подготовить боевитый политический класс к компромиссу. СП. Много ли таких, как этот маркиф европейских украинцев, которые принимали участие в карательной операции в Донбассе? Или просто европейцев? Чем они мотивированы? За время независимости Украины ее покинули миллионы граждан. Многие выходцы из Западной Украины давно живут в Италии, Германии или Польше. Среди них немало рьяных националистов, однако, случаи участия выходцев из Украины в военных действиях на Донбассе очень редки. Иностранцы чаще выступают инструкторами и консультантами, есть немало свидетельств присутствия в рядах националистических батальонов наемников из разных стран. Но любовь к Украине уж точно не является главным мотивом для этих военных. Изображение шевронов батальона АЗОВ, признаны экстремистским решением Фрунзенского районного суда Г. Владимир 30 ноября 2015 года и внесено в федеральный список экстремистских материалов под П-3269. Сводки с Донбасса Донбасс, ехали-ехали, и случайно заехали к сепарам новости Донбасса. В ДНР осудили мужчину, причастного к убийству Гиви. Субтитры создавал DimaTorzok